что владимир приветствую мы собрались в таком виртуальном собрании чтобы не то чтобы поделиться ну хотя да поделиться впечатлениями тоже то есть я скажу пару слов хотя вчера вечером уже ночью точнее записал стрим небольшой по итогам хотел в целом несколько моментов спросить ну во первых я знаю что ты там был я так понимаю ты там был с подругой фильм для тебя был не новый но все-таки вот увиделось что-то новое не знаю из-за экрана или из-за большого количества людей там или за чего-то то есть как впечатление вообще от фильма что хочется сказать по поводу фильма до видел я его не раз и видел его на стадии перевода много раз некоторые моменты так что не сказать чтобы что-то прям таки новое было у меня особенных особенных эмоций видимо именно из-за этого и не вызвало ничего так что про сам фильм могу сказать что мне он запомнился гораздо более плохом качестве потому что вот я стороны помню этот фильм что я его назвала серии очень похожим вот по качеству сделанному на какую-то телепередачу скорее или репортаж я не знаю очень длинный например вот очень уж похожа у него модель на фильм это куда бы вторгнуться тоже вот типа один человек ездит думает разбирает очень похоже на какой-то формат именно который взят с телевидения скорее на практике оказалось что это все-таки больше фильм чем телевидение это во многих местах видно что еще могу сказать из интересного что у моей подруги особенно сильное впечатление вызвала сцена там с очень мельком показываются роды вот я не ожидал ну прям вот прям бомба женщина на нагнетали пафоса прямо особенно там в начале ну возможно опять же говорю не видел бы я этот фильм я бы получше к этому всему относился для меня серии ничего америку для меня не открыли поэтому для меня пафос практически на ровном месте в целом опять же сам по себе фильм хороший мне понравился я же говорю запомнил я его почему-то хуже как показал с организацией в целом организация мне довольно таки понравилось и естественно я даже хотел уже был у тебя спросить но потом забил что там не так было с технической частью немного там провисания такие были я бы рад на этот вопрос сам ответить я просто не знаю я понимаю это тонкости взаимодействие вельси с драйвером с аппаратным ускорением и так далее может быть можно было десять раз этот фильм проиграть и не было бы ни одного затыка но вот именно там не знаю условиях аппаратной может там большое количество электротехники и не знаю рад бы сказать но не знаю даже я даже на этапе теста видел меня стоял два разных ноутбука они естественно с разным оборудованием там у одного есть графический ускоритель другого там дискретная карта другого встроенная и даже они даже на ноутбуке видно что они по-разному это играют то есть просто на двух экранах то что не знаю угадать невозможно может можно было просто переключиться на другой ноут и как бы все вопрос решить не самым правильным конечно вариантом было воспользоваться промышленным конвертером который там предлагали но это в общем очень нетривиальная система то есть мне нужно было бы впечатать титры так называемых hard title сделать что в общем нетривиально само по себе то есть это нужно его проигрывать например на каком-то компьютере умеет грабить одновременно грабить видео потом это видео нужно было отдать там техникам кинотеатра заранее она проходит конвертацию в приватный там формат который используется для вещания на серверах цифровых это занимает кучу времени там вот мне сказали что там порядка пяти дней на конвертирование то есть это два часа видео пять дней не спрашивайте меня я не знаю как это работает и что это такое в общем принципе если повозиться со времени было побольше можно было сделать так чтобы то есть по крайней мере от затыков можно избавиться но в общем это вот риски связанные с тем что просто использовались обычные бытовая техника обычные ноутбуки один более-менее такой ну скажем в кавычках игровой а второй там такой бизнес вот и все я очень рад что он не упал хотя бы там какую-нибудь критическую ошибку потому что все могло быть так что в этом смысле повезло в один момент я реально стал переживать там особенно когда там какой-то крупный залив был на несколько секунд я уже думал так хоть бы все там не упало да да ну вот у линукса у него как бы меньше таких проблем чем у windows ну вот угадать невозможно все равно наверное интересно было бы спросить не знаю там либо в твоем пересказе либо если сможешь привлечь подругу то сказать кратенько хотя бы поделиться впечатлениями я так понимаю что она видела первый раз этот фильм ну было бы любопытно первые впечатления что что она думает по этому поводу привлечь не получится я естественно спросил и что могу сказать ну во первых моя подруга это человек который особенно в теме что феминизма что мужского движения не шарит что называется как вообще человек приходит фильму красная таблетка он уже прилично должен знать про хотя бы феминизм какие-то направления знает какую-то матчай знает в общем он уже нас и насытился этой информации а для моей подруги что община на редкость феминизмом знакомо тоже крайне посредственно и получается что считаю что с подобным конфликтом впервые знакомиться со стороны мужского движения смешанные чувства естественно в целом я так сказать пытался выбить по конкретнее но в общем посыл фильма в целом понравился но подача во многих моментах очень своеобразная не фанат вот примерно так было сказано вот но в целом более-менее я согласен что своеобразно для мужского движения да вот например что думал тот же самый человек который фильмы создал и монтировал и так далее понятно что такое некоторое исследование но все-таки общем она крайне своеобразно смешанные чувства опять же ну и там некоторые моменты я помню тоже запомнились когда там очередной раз рыжая женщина там рассказывала о чем так наверное и все были еще такие мелкие вопросы у девушки на которые поотвечал вот понятно ну я так сказать пытался там слушать зал то сказать что в зале происходит зал иногда подавал звуки такие достаточно заметные я помню что звук был достаточно сильный в зале на момент когда отец который от сына отказался в итоге говорит что когда ему запретили взвешивать ребенка а да там смеялись я помню ну такой вздох прошел по залу я не помню во время от во время протестов да как когда вот большая рыжая говорила особенно улице там то там такой как бы шум тоже шум в зале поднялся было слышно для меня лично вот мне мне лично показалось и я собственно из этих соображений выбрал вот этот музыкальный ролик который играл перед началом я решил что пока люди заходят он вполне неплохо будет атмосферу передавать в фильме красная таблетка использован трек моби study war study war это окончание библейской цитаты достаточно известной который у нас звучит там перекуют мечи свои на орала и не будут больше учиться войне и это часть госпела такого известного негритянского госпела и вот белый человек исполняет достаточно весело интерактивно с залом вместе и там упоминает никто такая интернациональная там хорошо богат нас услышали в вашингтоне в токио в москве и так далее в общем не показалось что это хорошо отражает саму атмосферу это я к тому что для меня лично вот ну как бы фокальной точкой почему-то получился именно вот этот нарезка пробок харам может просто потому что на меня музыка сильнее действует я не знаю там ну как бы текста нет практически вообще просто картинки и музыка и мне показалось что это один из самых сильных из не самый сильный месседж в фильме потому что действительно там такой контраст показаны всего за там в пределах минуты вот так что я решил вот так сказать усилить перед перед началом тут могу сказать что у меня примерно самый ну самый запомнившийся самый эмоциональный момент приходится примерно там же ну то есть только у меня он приходится на момент когда рассказывают что парней это не похищали их просто расстреляли там изначально сожгли меняет такой вот был самый интерес ну самый эмоциональный момент и остался сам эмоциональный момент мне крайне любопытно будет я видел что приходили скажем так не хочу называть випами просто но как бы особенные кости которых звали гости которые имеют вхождение в учреждение государственное и они давали это интервью обширные кому не знаю честно говоря то есть я практически ничего ничего не знаю что происходило по его отждут чужих видео чтобы посмотреть что там собственно было очень любопытно интервью до и и впечатление после кто будет делиться будет крайне любопытно так что если вдруг попадутся ссылки то прошу мне их кидать так или иначе потому что я так с одной стороны был в центре с другой стороны мало чего видел как как мопассан на эфелевой башне ну что же как бы ладно первыми впечатлениями поделились а там не знаю может захотите пересмотреть собственно фильм то лежит даже на ютюбе там по моему вчера кто-то копию даже выложил зря конечно я общем пиратство не поддерживаю ну положили положили мы мы свою лицензию покупали официально все все было то есть все строго соблюли жалко что киси джей выступить не смогла хотя собиралась ну не повезло как-нибудь другой раз да и так под завершение нашего краткого подведения итогов возникло желание дать своим там не знаю одноклассникам каким-то однокашникам хотя бы ссылку чтобы там они хотите вот посмотреть ознакомиться может вам это чем-то поможет да в общем то нет я бы сказал что если это человек какой-то там близкий не ну и хотя бы очень близкий друг туда с таким я не против поделиться подобной ссылкой вообще-то уже делился с некоторыми личностями вот а с остальными да не особо все-таки интроверт все дела если это уж и воспринимать как такое некоторое снятие пелены то я дару его только тем кому сам хочу но это некоторая ответственность это понятно но я правильно тебя услышал что в силу того что ты но по понятным причинам скажем вовлечен косвенно в эту сферу в моносферу не будем там называть мужским движением широком смысле моносфера то принципе вот на твои там неполные 18 лет скажем так нового в этом фильме ничего для тебя не было то есть ты принципе все это уже знаешь и знаешь скорее всего не первый год ну да опять же говорю для меня никакого открытия в этом фильме не было и да в общем то и все и серия я живу прекрасно с этими знаниями ну что шишу тебя будет искать скажем так у тебя был доступ к этим знаниям вот за них дорого заплачено дорогой ценой ну да ты как бы живешь с тем что некоторые люди там 30-40 познают а некоторые еще позже но как вот в фильме хорошо пол и лам сказал что рассказывает про термин и процитату из фильма матрица он говорит что возможно человек который выбрал бы синюю таблетку был бы гораздо счастливее тут он как это не в бровь а в глаз так что вот тут предугадать сложно сложно в общем путь красной таблетки он такой тяжелый путь не зря в моносфере время от времени вспоминает от этого героя сайфос его звали да герой который захотел вернуться обратно ну в общем вернуться в виртуальную жизнь он просто сайфер то есть причина почему он туда захотел действительно потому что многие люди находят этот месседжка когда он приходит как бы они что называется хотят его развидеть настолько это сложно и тяжело особенно когда это ставят под вопрос или под сомнение всю предыдущую жизнь человека вообще как он делал исходя из чего он вообще себя вел решение принимал и естественно сознание но протестует против такого и пытается какие-то защитные механизмы вести что-то вроде отрицания ну насколько я вообще помню искать более подробного разбора матрица сайфер до в первом фильме он именно так предстает но позже там выясняется что он был предыдущим избранным вообще и что он был одним из тех людей кто понял что и зион это тоже следующий уровень матрицы так что он из серии понял что вот он сменил одну реальность на другую при этом ничего не изменилось а предыдущая то было получше да такая проблема тоже есть ну ладно это нас далеко уведет это уже размышление глубже чем чем месседж вчерашнего фильма ладно мне уже уже пора собираться надо же еще и работать между всеми этими событиями спасибо за впечатление надеюсь что вы еще что-нибудь обсудите есть что-то интересное будет но может захотите поделиться впечатлениями переживаниями хорошо ладно без пока удачи